В Ильицком районе жители сел чувствуют себя оторванными от цивилизации. Они жалуются на качество дорог, отсутствие света и воды в своих селах. Говорят, устали обивать пороги местных инстанций. Свои чайни они решили озвучить на приеме мобильной рабочей группы Алматинского областного филиала партии «Аманат». В нем приняли участие депутаты Маслихата и руководители управлений. Наш корреспондент продолжит. В Караойском сельском округе Ильицкого района проживает около 18 тысяч человек. Это не самый маленький аул. Есть еще такие населенные пункты, как Караой, Нургисат и Лендиев, Косузен. На общественный прием собралось около 60 жителей. Встреча прошла в единственном в округе доме культуры, который требует ремонта. Вы сами сейчас видите, что этому дому культуры нужен капитальный ремонт. Отовсюду течет, постепенно разрушается. Например, этот занавес был приобретен в 1987 году. Объект построен в 1957 году. Капитальный ремонт прошел 10 лет назад. Несмотря на это, в случае грозы и дождя крыша учреждения постоянно протекает. Однако творческие кружки на культурном объекте посещают около 100 детей. В целом проблема актуальна во всем Ильском районе. Дома культуры имеются только в четырех из десяти сельских округов. По закону, если на объекте был капитальный ремонт, то в следующий раз его возможно сделать спустя 10 лет. До завершения этого срока на капитальный ремонт средства выделены не будут. Среди жителей, пришедших рассказать о своих нуждах, народным избранникам оказалось много родителей. Каждый желает, чтобы их дети занимались в спортивных и творческих кружках и секциях. Поэтому они просили открыть Центр развития школьников. Государство выделяет средства для различных образовательных кружков и классов. Но мы должны обращать внимание к их качеству. В селе Караой актуален и дорожный вопрос. В населенном пункте есть более 150 улиц. Однако асфальтное покрытие имеют чуть более 100 из них. Несмотря на это, их качество далеко от удовлетворительного. Большинство пришедших на собрание людей говорят, что в современном мире, на территории цивилизованной страны, им приходится мечтать о школах, больницах и качественных дорогах. Мы еще не дошли до села Нургусат-Линдиев. Как только дойдет до него очередь, мы все проверим. Жители также попросили модернизировать сеть питьевой воды, построить детские площадки, спортивные комплексы. Также была озвучена просьба по обеспечению освещением нескольких сельских улиц. Вдоль которых находятся государственные детские сады и другие социальные объекты. На встрече также присутствовали жители, которые подняли вопрос общественного транспорта. Будут ли построены игровые площадки для детей? Потому что сейчас в наших новостройках детей очень много. Тем более, что сейчас они выходят на каникулы и все лето проведут в своих домах. В селе Нургусат-Линдиев запланированы работы по проведению электричества. Как только проведем сеть, начнем работу по проведению воды. А потому мы пока не можем обеспечить село качественным дорожным покрытием. В мобильной общественной приемной Алматинского областного филиала партии Аманат были заслушаны вопросы порядка 20 жителей. Партия уже разработала дорожную карту реализации предвыборной программы на ближайшие пять лет. В рамках ее реализации запланирован ремонт 11 регационных каналов Ильисского района. Для ликвидации трехсменного обучения будут построены новые образовательные учреждения. В селе Боралдай будет проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения. В семи селах планируется открыть дом культуры и сельский клуб. Постепенно развивается сфера туризма и принимаются меры по реализации инвестиционных проектов. Все работы, которые будут проведены в результате этого приема граждан, мы включим в отчет своей предвыборной кампании. Во время предвыборной гонки нам поступило 2300 запросов. Все эти заявления мы разделили на 8 групп. Это и вопросы жилья, воды, земли и прочее. На сегодняшний день представители областного филиала Аманат провели общественный прием населения в четырех районах. Основная цель – улучшение качества жизни населения в содействии решению накопленных в стране проблем. Организаторы отметили, что подобные приемы будут продолжены и в остальных районах области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!